У меня на улице уже выпал снег, и я готова создавать для тебя новогоднее сказочное видео. И обязательно в нем должен быть снег. В программе Adobe After Effects очень легко создать снег на такой, который нужен для твоего видео. Там можешь создать редкий, мелкий, такой нежный, словно теплый снег, или жесткую и сильную метель. А вот как именно, сейчас я тебе все это расскажу. У меня уже готов кадр, в который я хочу добавить снег. Но перед тем, как я начну добавлять эффект Snowfall, кстати, именно так он называется, мне нужно в простом фотошопе создать именно прозрачный фон. Это такой маленький секретик и хитрость от меня. Поэтому сейчас мы переходим с тобой в фотошоп и создаем чисто простой фон, на котором совершенно не должно быть ни одного объекта, он должен быть пустой. И именно так мы его и назовем, чтобы нам было более понятно. И теперь уже, загрузив этот чистый простой фон в Adobe After Effects, применяем на него эффект снега. Вот и все, снег уже создался за нас. Единственное, нам теперь нужно подобрать оптимальную частоту частиц снега, для подходящего под наше видео, его скорость падения, возможно, какое-то вращение, если вы создаете ураган. А также можно изменить цвет, чтобы он более подходил по цветокоррекции вашей композиции. Но остается вопрос, зачем вы создавали простой фон и почему нельзя применить снег сразу на объект? Если применю снег сразу на верхний объект, то получится вот такая каша, и снег будет проявляться только на этом объекте. А если применю снег поверх всего фона заднего, чтобы снег попадал на все объекты, он будет только на заднем фоне. То есть наши персонажи будут поверх снега, что тоже не очень хорошо и как-то смотрится не так, как должно быть. Поэтому именно такой простой фон всегда выручает. Субтитры сделал DimaTorzok